Смотрите сегодня. Акция «Притормози» в школах Ярославля, рейд по любителям дорожных обочин и операция «Бахус». Всё это программа «Патруль 76» расскажет прямо сейчас. Эфиром рулит Юрий Кораблёв. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 89-й школе Ярославля необычный урок. Ученики младших классов принимают гостей. Попугай Кеша, его друг Удав и участники социальной акции «Притормози» рассказывают детям, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу. Игровая форма урока школьникам пришлась по вкусу. В классе две команды, одна водителей, другая пешеходов. Обе группы принимают участие в экспериментах. Например, измеряют тормозной путь машины. Пять, шесть, семь, восемь. Как выяснилось, его длина равна десяти удавам. Если брать в расчет нашего удава, верной длиной которого, как известно, являются... Восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Восемнадцать обезьянок. Восемнадцать обезьянок получилось. Оказалось, что наши школьники знали, когда к ним придут гости и подготовились. Некоторые специально узнали, чем отличается остановочный путь от тормозного пути. Тормозной путь – это когда водитель уже увидел и тормозит. А остановочный путь, он еще когда нажал, он еще не нажал. В подарок все участники, конечно же, получили значки, светоотражающие полоски и рюкзаки. Тем временем, в соседней двадцать первой школе идет тематический урок физики. Вместе с преподавателем по специальным формулам старшеклассники рассчитывают тормозной путь машины при разных скоростях. Все это нужно, чтобы учащиеся могли безопасно перейти дорогу и заранее понять, сможет ли автомобиль остановиться вовремя до пешеходной зебры. Мы увидели, что ребенок вроде бы это второклассник, а запомнил, что такое тормозной путь, что такое остановочный путь. Когда-нибудь сегодняшние пешеходы могут стать водителями. Учитель физики рассказывает, как можно рассчитать скорость поворота. В общем-то, ничего сложного, если вы гений математики. Параформул в вашей голове не затруднят расчеты. При радиусе поворота 16 метров, скорость ограниченная должна быть 29 км в час. Максимальная. Максимальная. Такие уроки сейчас идут почти во всех школах Ярославской области. Акция «Притормози» должна охватить всех, кто участвует в дорожном движении. Культуры вождения в Ярославле нет. Ну, или если есть, то где-то очень глубоко, в зачатках. Я вот езжу каждый день по дорогам и смотрю, кто как водит. Стиль езды у многих напоминает то ли игру в шашки, то ли беспредел в голове. Ну, даже не знаю, как правильно охарактеризовать. Что такое светофор, некоторые водители вообще не понимают, а уж тем более обочина. Если она есть, то необходимо срочно объехать по бровке дорожный затор. Притом все знают, движение по обочине запрещено и даже карается штрафом. На неделе мы дежурили на одной из обочин с камерой, снимали, что там происходит. Иначе, как беспредел, ситуацию просто не назовешь. Когда-то, наконец, посторонишься. Убери, Радван, я работаю. А вы не ошиблись, давай. Это суд кратчайший миссия. Если в кино это делают герои, то в жизни нарушителей. Пробки некоторые ярославские водители стараются объехать не по правилам. Перекресток на выезде из Ярославля. По обочине застенчиво едет несколько машин. В основном недорожники и автобизнес-класса. Путь им преграждает полосатый жезл инспектора. А куда вы спешите? Куда вы спешите? Ну, очень надо человеку спешить. Я понимаю, что вы все торопитесь. Давайте документы. А вы спецагент? Да. Вот от таких супергероев страдает все движение. Автомобилистам приходится выпускать и впускать обочечников в дорожный поток. Получается своеобразное горлышко бутылки. И так, еле ползущая пробка почти останавливается. За полчаса работы инспекторы вручают около десятка штрафов. В соответствии с правом дорожного движения, движение по обочине транспортных средств запрещено. За данное нарушение у нас предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере полутора тысяч рублей. Так называемые обочечники нередко становятся причиной ДТП. Иногда из-за них страдают и пешеходы. В декабре прошлого года в Санкт-Петербурге внедорожник миную пробку по тротуару сбил четверых горожан. Двоих из них госпитализировали. Ярославские же сотрудники ГИБДД планируют усилить контроль за подобными нарушителями. Как пьют в России. Недавно смотрел по телевизору американский фильм с таким названием. И мне кажется, он был неполным. Там много рассказывалось о вреде контрафакта, который употребляют наши алкоголики. Но нигде в сценарии не было сказано о том, что русские люди, как напьются, бросаются сразу куролесить на машине по городу. Сейчас мы вам расскажем очередную серию своего фильма о том, как этих нерадивцев ловят операция Бахус. И наш корреспондент Георгий Колчин на острие атаки. Вечер пятницы для сотрудников госавтоинспекции и корреспондентов Первого Ярославского перестает быть томным. На улице Звездной инспекторы пытаются успокоить буйного водителя, который угрожает разбить съемочной группе камеру. На помощь дорожным полицейским приходят друзья разгоряченного мужчины. Однако объективу видеокамеры они тоже как-то не рады. А вы мне, может, поясните, что произошло-то здесь? Ничего хорошего не произошло. Так а что, друг, ваш ДТВ попал или что? Не знаю. Вас как зовут? Спросите у сотрудников ДПС. Машина дебошира находится в соседнем дворе. Среди девятиэтажек «семерку» пытались остановить четыре патрульных автомобиля. Получилось не сразу. По радиостанции от дежурной части получили информацию, что во дворах дома, во дворах домов по улице Звездной катается автомобиль седьмой модели, темно-серого цвета, водитель которого ведет себя неадекватно. Инспекторы предлагают водителю проехать на медицинское освидетельствование. В ответ лишь пьяная брань. Усадить героя в патрульный автомобиль удается с большим трудом. Тем временем на улице Первомайской остановлен «Фольксваген Гольф». Пока водитель дает объяснение инспекторам, пассажиры на марке пребывают в объятиях «Морфея». Здравствуйте. Операция «Бахус» проходит. Поговорите немного с нами. А сколько ваш друг купит? Я не знаю, можешь выслушать, я тебе так наедине объясню и скажу, может, будет время о чем поговорить. За неадекватное поведение на дороге был остановлен автомобиль «Гольф». При проверке выяснилось, что госномера документы находятся в розыске. У водителя при себе не имеется водительского удостоверения и явные признаки алкогольного опьянения. Правда, с инспекторами мужчина не согласен. Скажите, а почему пьяным за руль сели? Не хотите общаться? Черт, зеручка. Что? Черт, зеручка. Теперь придется пройти стандартный тест на алкоголь. Если он окажется положительным, то водитель заплатит 30 тысяч рублей и отправится в суд. Всего в выходные дни сотрудниками госавтоинспекции было задержано 90 нетрезвых водителей. Не нарушайте правила дорожного движения. Вас может снимать совсем не скрытая камера. Да еще и гаишники рядом стоят. На страже закона Патруль 76. Встретимся через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok